Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Максимова, а это моя верная помощница-марфуша. В октябре 2014 года я окончила экспресс-курс Бон Шири и после этого стала работать частным грумером. Вот я хотела бы более подробно об этом вам рассказать. Спустя две недели после окончания курса я закупила весь инструмент и начала свою работу. Я работала в домашних условиях дома без выезда. Конечно, в работе дома есть и свои преимущества, и свои недостатки. Из преимуществ это то, что вам не нужно ездить, вы не тратите время на дорогу, вы не таскаете с собой тяжелый инструмент, у вас оборудованное рабочее место. Потому что если бы вы пришли в дом к хозяину, там порой бывает неудобно стричь, не прикрепить кронштейн, хозяева мешают. Или во время выщипывания ушек дергаются больше, чем дергается сама собака. Словом, работать стационарно это более удобно. Но есть и недостатки. Безусловно, это грязь, шерсть. Не каждый готов терпеть это в домашних условиях. Но имея хороший пылесос, в принципе, я считаю, что это не проблема. Поэтому я остановилась на работе именно дома. Самое главное для того, чтобы работать дома, это правильно оборудовать свое рабочее место. В принципе, все это возможно, и в условиях дома это сделать не так сложно. Сейчас съемки ведутся уже из салона, но я начальник все это стояло у меня на кухне. Кто-то делает это в коридоре, кто-то в ванной, у кого как пространство позволяет, у меня была свободна лишь кухня, и тут небольшая. Нужно совсем немного. Стол, тумбочка или тележка для инструментов и удобный стол. В принципе, все. Теперь во всем поподробнее. Стол для груминга. Обычный стол для груминга. Как правило, они бывают трех размеров. Маленький, средний, большой. На моей кухне помещался лишь маленький, поэтому я выбрала его. На этом столе помещаются все маленькие собаки. И даже некоторые средние собаки. Цверкшнауцер на нем спокойно стоит. Даже некоторые крупные метисы у меня на нем приходили, стояли. Вот хаски, наверное, уже не удастся. Если у вас есть возможность, я, конечно, рекомендую взять средний стол, чтобы уж перестраховаться, и наверняка на нем все поместились. Но при маленьких габаритах квартир и маленький тоже подойдет. Хотя я никогда не отказывала и крупным собакам. Ко мне приходили и ретриеры, и хаски, и кого только ко мне не приходило. Но с ними приходилось работать на полу. На этот стол они уже не помещались. И в принципе, в данном случае, больший стол был бы большим преимуществом. Теперь отдельно о тумбочке. Тумбочку или тележку для инструментов, в принципе, можно выбрать любую. Но я выбрала не специальную тележку для прихмахерских инструментов, а обычную закрытую тумбочку. Почему я выбрала закрытую? Потому что, во-первых, во время работы в ящике с инструментами не летит шерсть, не летит грязь. Все находится в чистоте и порядке. А во-вторых, если вы работаете дома, то вся грязь, которая так или иначе остается на инструментах после животных, она находится в этой тумбочке и в условии вашей квартиры не попадает. Сверху у меня лежит на тумбочке резиновый коврик для того, чтобы, если я кладу сюда ножницы или еще что-то, чтобы ничего не скользило и не падало. Что же касается стула для работы, то стул в первую очередь должен быть вам удобен. Совершенно необязательно иметь стул на колесиках. Это уже ваше личное предпочтение. Но, на мой взгляд, обязательно иметь стул, который может подниматься и опускаться. Например, вам нужно опуститься, чтобы посмотреть вниз и ровно подстричь собаке юрку. Опускаетесь и стрижете. Немаловажным моментом в организации рабочего места является создание условий для фотографирования своих работ. Для этого необходим хороший фон, хорошее освещение, фотоаппарат на штативе и, желательно, наличие автоспуска на фотоаппарате. Что же касается ванны, то работая в условиях дома, мы, как правило, всех собак моем в нашей обычной ванной. Поэтому здесь практически без вариантов. Теперь несколько слов о том, как найти себе клиентов, как раскрутить себя и как начать работать. Первая проблема – как обо мне должны узнать люди? Что сделала я? Я создала тематическую группу в социальной сети. Я потихонечку эту группу в той же социальной сети начала рекламировать. И, как ни странно, пошли клиенты. Более того, надо мной многие смеялись, но я сделала первую стрижку бесплатной. Объясню почему. В Ваншери я получила прекрасную базу для того, чтобы работать грумером. Теоретическую базу и немного практическую. Но, согласитесь сами, за 8 дней практики маловато. И посыл мой был такой, что вот я сертифицированный грумер, я все умею, но для того, чтобы совершенствоваться, мне нужны модели. Поэтому я приглашаю вас на первую стрижку бесплатно. И вы знаете, люди пошли. И большинство, ну, наверное, процентов 80 от всех тех, кто пришел ко мне на первую бесплатную стрижку, остались моими постоянными клиентами. Довольны. Так что спасибо, Боншери. Потом, естественно, заработала так называемое астрофанное радио. Более того, большинство своих работ я фотографировала и выкладывала в социальную сеть. И многие клиенты прямо присылают мне мою фотографию и говорят, нам сделайте, пожалуйста, вот так. Это тоже очень помогает. А однажды мне даже позвонили с местного телевидения, сказали, что нашли меня ВКонтакте и хотят сделать обо мне репортаж, как о грумере. Я даже смутилась несколько. Но все-таки согласилась. После этого репортажа прибавилось еще новых клиентов и активизировались все старые. Тут же начали мне звонить и говорить, да ты звезда, постриги нас срочно еще раз. Я сделала себе визитки и всегда брала их с собой на улицу. При любом удобном случае я их обязательно кому-нибудь раздавала. Более того, есть вот такая живая визитная карточка, которая в большинстве случаев ухожена и красива. Поэтому люди обращают внимание, спрашивают, где стрижетесь. Тоже хорошая реклама. Своя собака. В итоге так мы с Марфушей проработали дома, наверное, чуть больше года. Что мне дал этот год? Во-первых, я сильно усовершенствовала все свои навыки, приобретенные в Моншери. Во-вторых, за этот год я осознала, надо оно мне или не надо, нравится мне это или не нравится. Я все-таки решила, что оно мне надо и что оно мне нравится. И решила открыть свой салон. Сейчас снимаю уже отсюда. Я надеюсь, что то, что я вам рассказала, мой опыт будет вам очень полезен. Я желаю вам огромных успехов творческих и удачи в будущие грумеры. И помните, что груминг – это не только средство зарабатывания денег, но все-таки дело, к которому нужно относиться с душой, любовью и открытостью, и быть доброжелательным и к хозяевам, и к собакам, любить животных. Словом, делайте все от души, у вас все получится. Желаю вам успехов, от всей души желаю.